Мы начинаем разбирать книгу Марка Джего «Невозможное эссе о гиперинтенсиональности». И сегодня мы рассмотрим введение к этой книжке, в которой Джего вводит основные понятия и обозначает круг основных проблем, с которыми он в данной книге попробует разобраться. Начинается введение с введения понятия «невозможные мысли». Невозможными мыслями Джего называет содержание пропозициональных установок о невозможных положениях дел. Джего говорит, что у нас есть такие невозможные мысли, их достаточно много, мы ими оперируем. Зачастую невозможные мысли являются осмысленными и также могут иметь для нас важное значение. Также зачастую мы не можем иногда осознать, что некоторые из наших мыслей являются невозможными в указанном смысле. И тем не менее, несмотря на то, что у нас есть невозможные мысли и мы с ними оперируем, практически все основные философские теории содержания и значения не могут объяснить невозможные мысли. Кроме того, наиболее значимые и влиятельные из этих философских теорий объединены точкой зрения, что невозможных мыслей не существует. Прежде всего, многие философы придерживаются такой точки зрения на пропозициональные установки, согласно которой такие установки не могут репрезентировать невозможные положения дел. В соответствии с такой точкой зрения, никто не может верить в невозможные или, например, желать невозможные. Такой подход поддерживается большинством эпистемических логик. И у этого подхода есть два основания. Во-первых, считается, что пропозициональные установки наподобие убеждения или желания являются рациональными установками, а рациональность в принципе исключает невозможные. В этом ее смысл. Второе основание следующее. Состояние убеждения принято рассматривать как своего рода способ исключения различных возможных ситуаций. И если понимать состояние убеждения в этом смысле, то получается, что невозможные ситуации просто-напросто не могут даже попасть в список кандидатов на такое включение или исключение. Во-вторых, многие философы полагают, что всякая попытка описать словами или хотя бы мысленно некоторую невозможную ситуацию приводит к тому, что у такого описания просто нет никакого содержания. Данная идея состоит в том, что такие фразы, как, например, фраза существует круглый квадрат, буквально ничего не сообщают. То есть пропозиции, выражаемые подобными высказываниями, являются в некотором смысле пустыми пропозициями, чего нельзя сказать в обычных нормальных пропозициях. В-третьих, многие философы полагают, что в принципе неинформативно думать или рассуждать о невозможностях и даже обнаруживать, что нечто на самом деле является невозможным, особенно если речь идет о логически невозможных невозможностях. То есть подразумевается, что такие рассуждения в принципе не способствуют расширению нашей познавательной информации. В-четвертых, согласно многим философским теориям значения, описания невозможных ситуаций вообще не являются осмысленными, то есть не имеют значений. Здесь Джега рассматривает в качестве иллюстрации теоретико-истинностный подход и теории значения как употребление. Согласно первому теоретико-истинностному подходу значение высказывания дается посредством указания на ситуацию, в которой это высказывание будет истинным. Но описание невозможной ситуации не будет истинным ни в одной из возможных ситуаций, и потому у такого описания не может быть значения. Либо его значение будет пустым. А согласно теориям значения как употребления, значения высказываний задаются правилами употребления высказываний или условиями утверждаемости, то есть ситуациями, в которых высказывание может или не может утверждаться. В логической терминологии эти правила называются правилами доказательства, но вообще правила доказательства, если они достаточно сильные, должны исключать логические невозможности. Правила доказательства утверждают, что не существует ситуации, в которых можно было бы утверждать высказывания, описывающие логически невозможные ситуации. Так что такие описания являются бессмысленными, либо, опять же, их значения являются пустыми. Однако у всех описанных точек зрения отрицающих существование невозможных мыслей есть обратная сторона, которая связана с необходимостью и, соответственно, с необходимыми положениями дел. Так, из того, что нельзя верить в то, что невозможно, следует, что нельзя не верить в то, что необходимо. То есть если рациональность запрещает верить в невозможное, то она должна обязывать верить в необходимое. И тогда, по аналогии с тем, что описания невозможных положений дел не имеют содержания или имеют только какое-то тривиальное содержание, описания необходимых положений дел должны считаться точно так же не имеющими содержания или имеющими только какое-то тривиальное содержание. А если это так, то это значит, что нельзя приобретать или терять убеждение как о невозможном, так и о необходимом. Джага отмечает, что описанная точка зрения является господствующей в тех областях эпистемологии и философии языка, которые связаны с убеждениями информации и содержанием. Но если бы эта точка зрения действительно была верной, то было бы невозможно узнавать что-либо или получать новую информацию посредством логического или математического рассуждения, либо с помощью философской аргументации. Но на самом-то деле это не так, ведь мы приобретаем новую информацию, новые убеждения и новые знания с помощью логики, математики и философии. Таким образом, нам требуется объяснение того, как возможно приобретать и терять убеждения о невозможном и необходимом, при том, что имеющиеся у нас философские концепции утверждают, что это невозможно. Далее Джага переходит к рассмотрению понятия невозможного содержания. Он предлагает рассмотреть описание невозможной ситуации. Это высказывание. Прямо сейчас здесь идет снег и не идет снег. Описываемая этим высказыванием ситуация является метафизически невозможной. То есть метафизически невозможно, чтобы высказывание прямо сейчас здесь идет снег и не идет снег было истинным. При этом очевидно, что высказывание «прямо сейчас здесь идет снег» и «не идет снег» можно произносить вслух или проговаривать мысленно в уме. Однако простое проговаривание вслух или мысленно любого высказывания, описывающего невозможную ситуацию, не дождественно тому, чтобы мыслить невозможную мысль. То есть этого недостаточно. Ядром невозможной мысли является не форма конкретного речевого или мыслительного акта, а его содержание. То есть, иначе говоря, мыслить невозможную мысль значит мыслить некоторое невозможное содержание. Например, мыслить, что прямо сейчас здесь идет снег и не идет снег. То есть вот это, что прямо сейчас здесь идет снег и не идет снег, и будет содержание. Вопрос о том, что, собственно, такое невозможное содержание и чем оно является, представляет собой важную философскую проблему. Вообще, содержание является предметом философии языка и философии сознания. Однако Джега опять подчеркивает, что в рамках имеющихся в нашем распоряжении теорий содержания невозможное содержание явным образом исключается. То есть, согласно имеющимся у нас теориям, если некоторое высказывание описывает невозможную ситуацию, то нет никакого содержания, связанного с этим высказыванием. Также требуется объяснить, как можно и что значит быть связанным с невозможным содержанием нормативными отношениями для некоторого агента. Отношение к содержанию – это пропозициональная установка. Можно знать, верить, надеяться, полагать, что то-то и то-то. И когда мы говорим о возможном содержании, такое объяснение связи с содержанием нормативными отношениями сводится к описанию той роли, которую играет каждая из этих отношений. Ну, например, ментальное состояние является состоянием убеждения, потому что это состояние определенным образом связано с действиями агента, то есть приводит к совершению или несовершению определенных действий. Но когда мы включаем в рассмотрение невозможное содержание, задача такого объяснения усложняется, поскольку представляется, что есть содержание, в которое нельзя верить или в которое нельзя предполагать, например. И в качестве примера можно снова обратиться к высказыванию «Прямо сейчас здесь идет снег и не идет снег». Это высказывание является осмысленным. Осмысленными являются оба конъюнкта, составляющие это высказывание. Однако никто в действительности не может буквально верить в то, что прямо сейчас здесь идет снег и не идет снег. То есть помимо произнесения этого высказывания не существует никакого альтернативного доступа к содержанию этого высказывания. И Джега отмечает, что между некоторыми высказываниями, описывающими невозможные ситуации, существует явное эпистемическое различие. В качестве примера он сравнивает высказывания. Прямо сейчас здесь идет снег и не идет снег. И высказывание следующее. Это формулировка теоремы Ферма. Есть три целых числа x, y и z, а также целое число n больше 2. Такие, что x в степени n плюс y в степени n равно z в степени n. Значит, оба эти высказывания про снег и про теорему Ферма описывают метафизически и математически невозможные ситуации. И оба высказывания являются априорно ложными. Разница между этими высказываниями, вот это эпистемическое различие, заключается в том, что первое высказывание про снег тривиально ложным, а второе высказывание теоремы Ферма предельно нетривиальным. А тривиальность здесь понимается как априорная очевидность. Значит, вот ситуации, когда априорная очевидность отсутствует, то есть когда нет априорной очевидности, что высказывание является истинным или ложным, или ситуация, когда высказывание не является тривиально истинным или тривиально ложным, называется эпистемической возможностью. И тогда разницу между высказываниями про снег и формулировку теоремы Ферма можно объяснить следующим образом. Формулировка теоремы Ферма репрезентирует эпистемическую возможность, а высказывания про снег не репрезентируют эпистемическую возможность. Понятие эпистемической возможности предназначено для схватывания эпистемической открытости, которая довольно часто присутствует в нашей практике. Поскольку мы не всегда точно знаем, что в действительности является, а что не является метафизически или логически возможным, существует довольно много случаев, когда эпистемически возможно нечто, но при этом то же самое нечто метафизически или логически невозможно. И чем больше мы узнаем о мире, тем меньше остается в нем таких эпистемических возможностей. Значит, понятие эпистемической возможности тоже является одним из центральных понятий для книги Джега. Значит, вот эта эпистемическая возможность, понимаемая в относительном смысле, то есть определяемая так, она меняется время от времени и от агента к агенту. Но полезно также было бы иметь в распоряжении и неотносительное понятие эпистемической возможности, а относительную эпистемическую возможность интерпретировать как сужение вот этого неотносительного понятия. Значит, высказывания с нетривиальным содержанием описывают эпистемические возможности для некоторых агентов, а высказывания с тривиальным содержанием не описывают эпистемические возможности, причем для любых агентов. Таким образом, очевидно, что не все невозможные содержания равны. То есть разные невозможные содержания можно упорядочить от тривиальных к в высшей степени нетривиальным. То же самое, причем касается и необходимых содержаний. Когда некоторая концепция, например, как вот эта, проводит различия между метафизически и логически эквивалентными содержаниями, то такая концепция является гиперинтенсиональной. Как правило, философские теории значения и содержания, а также сопровождающие их формальные семантики, являются интенсиональными. И, значит, первая проблема, которую необходимо решить в этой связи, это проблема теоретического обоснования и моделирования гиперинтенсиональных концепций. Вторая проблема, более трудная, это проблема согласования гиперинтенсионального содержания с основными нормативными принципами эпистемических концепций. Так, невозможное содержание, как, впрочем, и возможное содержание, обычно должно тем или иным образом соответствовать значениям правил логического вывода. Например, если утверждается, что здесь жарко и душно, то тем самым также утверждается, что здесь жарко. Таким образом, очевидно, должно существовать отношение между содержанием, что здесь жарко и душно, и содержанием, что здесь жарко. То же самое должно распространяться и на невозможные содержания. Так, например, невозможное содержание, что здесь жарко и теорема фирма, я думаю, тут должно быть истинно, а не ложно, как в книжке. Значит, невозможное содержание, что здесь жарко и теорема фирма истинно, очевидно, связано с логическими правилами для конъюнкции с содержанием, что здесь жарко. На первый взгляд кажется, что это отношение является отношением логического следования от содержания, что А конъюнкция Б, к содержанию, что А. Но это предположение не учитывает гиперинтенциональность содержания. Из невозможного содержания, что здесь жарко и теорема фирма истинно, следует любое, какое угодно содержание. Ну, поскольку из противоречия, из невозможного следует все, что угодно. Однако очевидно, что на практике тот, кто утверждает невозможное содержание, какое-то конкретное, не обязательно утверждает все, что угодно или подразумевает, что утверждает все, что угодно. Следовательно, нормативные отношения между логически связанным содержанием не являются отношениями логического следования. Ни в классическом смысле, ни в каком-то неклассическом смысле. То есть эти отношения, например, не являются вариантом неклассического отношения следования, такого как параконсистентное отношение следования, для которого не работает принцип, что из противоречия следует все, что угодно. Об этом подробнее Джага рассказывает во втором параграфе шестой главы Там он демонстрирует, что модели параконсистентных логик являются либо классическими, либо тривиально невозможными То есть они просто не описывают настоящие эпистемические возможности Поэтому прибегание к их инструментарию нерелевантно Ну и другие неклассические логики бесполезны по-своему Видимо, это тоже где-то далее в книге рассматривается Проблемы гиперинтенсиональности острее всего проявляются в связи с проблемой которая у Джага получает название проблема ограниченной рациональности Проблема ограниченной рациональности это конфликт между нормативными принципами которым подчинено логически связанное содержание и эмпирическим фактом, что мы, то есть агенты являются когнитивно ограниченными агентами с ограниченной памятью и ограниченной способностью к рассуждению Обычно представляется, что для того, чтобы считаться рациональным агент должен знать все тривиальные следствия того, что ему известно Но в действительности рациональные агенты не знают всех логических следствий того, что им известно Тривиальных логических следствий того, что им известно То есть реальные агенты не идеальны с логической точки зрения но и при этом не являются полностью иррациональными То есть они способны знать некоторые и почти все тривиальные следствия того, что им известно То есть агенты в реальности обладают ограниченной рациональностью Проблема заключается в том, чтобы объяснить, как возможен вот этот феномен ограниченной рациональности И Джега приводит конкретный пример, иллюстрирующий суть этой проблемы Представим агента, который собирается посредством логического вывода выяснить Следует ли некоторое высказывание А из уже известных ему посылок Агент приступает к выполнению тривиальных шагов вывода Скажем, он выводит B из конъюнкции B и C Выводит D из импликации, если E, то D и так далее Поскольку каждый из этих шагов тривиален, ни один из них не предоставляет никакой новой информации И, соответственно, ни один из них не добавляет ничего нового к тому, что изначально известно агенту И, наконец, в конце этой цепочки выводов агент выводит A После чего он начинает верить, что A, и приходит к знанию, что A Вот поскольку раньше агент не знал, что A Цепочка выводов привела агента к новому знанию Но как это возможно, если каждый шаг вывода был сам по себе тривиальным И не приводил к появлению нового знания? Вот эта проблема известна в литературе как проблема логического всевидения Она активно обсуждалась и обсуждается разными авторами с разных сторон И некоторые из существующих подходов к решению этой проблемы Джега подробно рассматривает во второй главе своей книги Далее он обозначает цель и задачи своей работы Главная цель книги состоит в том, чтобы представить исчерпывающее обсуждение и решение проблемы ограниченной рациональности Для этого дается подробный анализ концепции гиперинтенциональности И разрабатывается теория гиперинтенциональности в терминах возможных и невозможных возможных миров Выделяются три основные задачи книги, которые состоят в том, чтобы Во-первых, дать объяснение состояния и знания и убеждения рациональных, но не идеальных агентов Которые не знают всех следствий того, что им известно Ну или не верят во все следствия того, в чем они убеждены Во-вторых, дать объяснение того, как осуществление дедуктивных рассуждений Может быть когнитивно значимой процедурой, в результате которой приобретается новая информация И в-третьих, дать метафизическое объяснение того, что такое невозможные и возможные миры Совместимое с актуалистским представлением о том, что все существующее действительно существует Вот, и в конце введения излагается краткое содержание книги Но я тут немного схалтурила и решила, что краткое содержание можно не излагать Вот, чтобы не спойлерить грядущее обсуждение в частности Так что я, пожалуй, закончила Спасибо, Вика Вот меня заинтересовал вопрос А почему берется метафизическое невозможное, а не логическое невозможное Когда мы говорим, что, допустим, снег сейчас идет и снег сейчас не идет Почему именно метафизическое невозможное Это хороший вопрос, честно говоря, не знаю даже, как на него ответить Но из текста понятно, что логические возможности подразумеваются тоже То есть примеры логических невозможностей тоже могли бы быть использованы Но вот, видимо, не знаю Но тут дело в том, что не все метафизические невозможности являются еще и одновременно с этим логическим То есть это более широкое понятие Метафизическая невозможность более широкое понятие, чем логическая невозможность То есть логическая невозможность предполагает, что просто там противоречие каким-то законам логики Ну вот, например, конъюнкция противоположных высказываний, противоречащих, она будет невозможна. А вот метафизические невозможности туда, например, относятся, коль скоро мы считаем, что жесткие диссигнаторы, они обозначают одно и то же во всех возможных мирах, да, и, например, термины естественных видов являются жесткими диссигнаторами, тогда утверждение, что вода — это H2O, будет метафизически необходимым. Соответственно, утверждение о том, что вода — это XYZ, ей будет метафизически невозможно, и никакого логического противоречия здесь нет. Тем не менее, метафизически это невозможно. Да, но не получается ли тогда наоборот, что логически невозможное оказывается шире? Ведь логически возможно, чтобы мы не обозначали воду, а как H2O... Логически возможно, чтобы мы обозначали воду хоть так, хоть так, да, и она логически возможно будет чем угодно, хоть H2O, хоть XYZ, вот, но метафизически невозможно. То есть я говорил о том, что понятие метафизической невозможности более широкое, то есть количество невозможных с метафизической точки зрения утверждений больше, чем количество утверждений, которые с логической точки зрения невозможны. Тут еще вопрос в том, как понимать логическую возможность и невозможность. Есть подход, который включают всякие неклассические заигрывания с логикой, ну и, например, никто не запрещает в рамках неклассики считать возможным, что снег идет и не идет. Ну, в смысле, там просто это не будет соответствующего закона, и это будет вполне себе нормальное высказывание, ну, с точки зрения этой логики. Например, если мы переместимся на… ну, так, со снегом не очень понятно, но вот, например, если мы возьмем «либо я нахожусь в Екатеринбурге, либо я не нахожусь в Екатеринбурге», вроде бы нормальное высказывание, перемещаемся в формат квантов, заменяем меня на какой-нибудь квант, и уже не выполняется это условие. Ну, соответственно, в логике примерно так же может быть, и поэтому логические возможности, они пошире в этом плане, чем метафизические, то есть в логике много чего возможно. Если применять такой подход, то понятно, почему он метафизически именно выбирает, потому что с точки зрения конкретных событий, ну, в их метафизическом аспекте, про снег и так далее, это более строгая вещь получается. Если как-то попытаться обобщить то, что сказал Илья, можно сказать, что понятие логической возможности или невозможности относительной к логике, которую мы выбираем. А что касается понятия метафизической возможности или невозможности, то как-то кажется, что оно должно быть абсолютным, но вообще не очень понятно, как можно говорить о метафизической возможности или невозможности еще до того, как мы приняли какую-то логику. Нам же не надо принимать какую-то логику для того, чтобы говорить о том, что вода – это XYZ является метафизически невозможным. В общем, если вспомнить о том, что мы успели прочитать в Дамита, то может оказаться при ближайшем рассмотрении, что само понятие метафизической возможности или невозможности, оно уже предполагает какую-то логику, из которой мы на него смотрим. Ну да, теория значения предполагает. Ну да, и мой комментарий, я хочу еще повторить, был не относительно логической или метафизической возможности, а относительно невозможности именно. То есть логическая возможность самая широкая, это понятно. Но метафизическая невозможность шире, чем логическая невозможность. Ну это опять же, если у нас логика классическая. А если пара не противоречила, тогда по-другому. Да, конечно. А я правильно понимаю, что возможность и невозможность, они, ну можно сказать так, в обратной пропорциональности находятся. То есть чем больше возможно, тем меньше невозможного. То есть условно физически у нас возможно не так много, зато очень много чего невозможно физически. И с метафизической и логической ведь такая же история может быть. Если мы считаем, что логическая возможность очень широкая, то логической невозможности не так много должно быть. То есть не так много того, что является логически невозможным. Ну вот видимо так оно и есть, да. По крайней мере мне так кажется. Да, чем дальше мы от логики, но при этом руководствуемся законами какими-то, сферы невозможности все больше. Так вот, в отрыве от контекста эту фразу можно было бы услышать, наверное, на конференции по ФУКО. У меня есть еще не то чтобы вопрос, но некоторый акцент хочется поставить на той части, которая не была изложена. Там вот про онтологию возможных миров, и он в итоге приходит, или скажем так, не приходит, а он декларирует намерение защищать тезис, что все возможные миры, помимо актуального, являются рзац сущностями, так он выражается. Вот, и вот на странице 16 он как раз об этом пишет. Значит, первый абзац тут написано «Все миры, кроме нашего собственного, являются рзац абстрактными сущностями». Или там, ну, рзацевыми, не знаю, как более красиво перевести. Короче, мой, ну, не вопрос, а вот акцент состоит в том здесь, что он не поясняет, в каком соотношении находятся у него понятия вот этой рзац сущности и абстрактной сущности. Все ли абстрактные сущности он считает рзац, все ли рзац сущности он считает абстрактными. Или это частично перекрывающиеся классы? Вот пока мы будем читать, хорошо бы было найти ответ на этот вопрос. Но сейчас, наверное, навряд ли можно что-то сказать по этому поводу. У меня вот еще такое соображение. Мне кажется, неверно говорить, что невозможные мысли эквивалентны мыслям о невозможных объектах. Тут нету эквивалентности. Мысли могут быть невозможны в силу расклада истинностных значений. А когда мы говорим о невозможных объектах, то тут как бы вопрос не о раскладе истинностных значений, а вопрос о существовании. Мне кажется, это не эквивалентны невозможные мысли и мысли о невозможных объектах. Ну, я так понял, он собирается принимать актуалистскую идеологию, то есть у него все, что есть, есть. И поэтому, если ты мыслишь что-то, что возможно, то оно должно быть актуально. Вообще, это же стандартная просто штука, что если вы мыслите о чем-то, ну, просто какая-то у вас мысль существует, то она имеет в себе, ну, условно говоря, содержание пропозициональное. И оно всегда о чем-то, а что-то – это вот объект, собственно говоря. Ну, только там не объекты, а положение дел или ситуации. Ну, да, то есть, ну, ситуация, ну, просто если мы берем всякие актуализмы и так далее, то они обязательно там с объектами какими-то возникают. А если на уровне пропозиции, то там просто нет проблем в актуализме особых, а с объектами уже возникают проблемы. Я, правда, не очень понимаю, что в таком случае делать с круглыми квадратами. Ну, видимо, нам расскажут позже. Это радует. А в смысле, что делать? В чем затруднение это состоит? Ну, это стандартная штука, предъява к актуализму. То есть у них, опять же, если ты можешь сформулировать какой-то объект, помыслить его условно, то он должен быть. Он должен быть в каждом мире и так далее. Круглый квадрат – это невозможная штука. Вообще, ну, если мы классическую там трактовку берем, и вот возникает вопрос, в каком смысле он есть, ну и так далее. Весь вот этот ворох стандартных классических вопросов про невозможные, но мыслимые объекты. Ну, как я поняла из того, что там было написано, он говорит, что вот в таком настоящем полном смысле есть только актуальные сущности, а все остальные, возможные и невозможные, они являются типа конструктами, ну, или лингвистическими, или там понятийными какими-то, которые основаны на анализе актуально сущего и, в общем, соединении различных его частей и аспектов в новом порядке. Ну, да, типа, как кентавр – это конструкт из человека и лошади. Это понятно, ну, в смысле, стандартный такой заход, но по общей-то проблемности он все равно не снимает, потому что, опять же, если мы находимся в актуализме, у нас эти объекты все равно в каком-то смысле должны быть. То есть актуалист, ну, как бы, утрировано, если, то есть актуалист не может сказать, что чего-то не существует, у него даже предликации существования обычно нет. Ну, хотя, ну, не знаю, может быть, уже какая-то своя версия. Я, может быть, слишком упираю на классические представления об актуализме. Ну, допустим, мы приняли актуализм и согласились, что невозможные мысли – это мысли о невозможных объектах. Почему бы тогда не отбросить вообще невозможные мысли, а оставить только невозможные объекты? Так ведь тут не только о невозможных объектах идет речь, но и о невозможных ситуациях. Вот, а по поводу объектов он, ну, и ситуациях тоже. Он на 16-й странице говорит, там он обсуждает вот эту вот идею о том, что невозможные миры, они представляют собой такие неактуальные миры. Вообще неактуальные, точнее, даже не невозможные, а неактуальные. Неактуальные миры представляют собой просто какое-то перемешение актуально существующих сущностей. Вот, и по сути являются теоретикой множественными структурами, которые очень сильно похожи по своей форме на предложение. Вот, но гораздо больше проблемой, как он говорит, является то, как эти миры могут содержать в себе какие-то сущности, которые не являются актуальными. То есть у нас даже в нашем языке слов для них нет, но такие сущности мы все равно должны допускать, что они там есть в этих мирах неактуальных. Вот, и он тут рассматривает возможность использования определенных дискрипций, но, как он говорит, что вот тут Льюис в 86-м году показал, что, значит, это не будет работать. Есть и альтернативные подходы, Сайдерован и Мелия. Но, как Джего намерен показать, они являются тоже неудачными. Ну вот, и, собственно говоря, тут он, правда, подробно не описывает, как это будет все делаться, но, тем не менее, он обозначает, что у него вроде как есть способ избежать эту проблему, и он состоит в том, чтобы рассмотреть антологические основания для отсутствия в нашем мире, для отсутствующих сущностей в нашем мире. Если мы рассмотрим эти антологические основания, то, видимо, мы что-то относительно них поймем, и, может быть, сможем о них что-то даже утверждать, несмотря на то, что они являются неактуальными. Но это все будет где-то в пятой главе, насколько я понимаю. Частично рациональные агенты должны считать, что отсутствующие из-за сущности присутствуют. Нет, при этом мейненгианство он тоже опровергает. Отвергает, точнее. Ну, а можно бы и адаптировать. Ну, не знаю. Нет. Все тихо задумались о невозможном. Всех посетили невозможные мысли. Невозможно это терпеть. Метафизически невозможно или логически? Физически, скорее всего. Физиологически тогда. Ага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова